Привет всем, на связи Алексей. Сегодня отличный день, я сходил, забрал свои посылочки с монетами. Покажу вам, что мне пришло. Уже одну штучку распаковал. Вот такой интересный значок NBU, очень довольно-таки тяжелый. Расскажу о нем, наверное, в будущих видео. Давайте посмотрим, что же есть. Я потихонечку пополняю свою коллекцию теми монетами, которых у меня еще нет. И с вами ими делюсь. Итак, вот обычная упаковка. Я обычно получаю ее как укропочтой. Как обычно, запаковщики не думают о том, как же раскрывать нам эту упаковку. Чтобы все монеты не повредить. Ох, отлично. Есть. О, что за даже какой-то... Надпись ТРФУСНЯ 2017. Но мне кажется, там другая должна быть монета. Давайте посмотрим. Да, есть две монетки, очень интересные. Вот так вот они запакованы в пакетик. Попробуем его открыть в этих перчатках. Две монеты Украины из серии Флора и Фауна. Вот мы видим 2000 год и 1999 год. Это у нас... Первая монета, это Орел Степовой. Тираж. Вот давайте посмотрим. Тираж у нее составляет 50 тысяч штук. Номинал 2 гривны. Вот смотрите, Орел Степовой. Тут сзади у нас такой очень красивый. То есть мы видим на заднем, на реверсе Орла, на аверсе у них в этом наборе, да, все одинаковые, всегда одинаковые аверс. Можем даже посмотреть с теми, которые сейчас, вот недавно, да, выходили. Относительно вот 16-й год, 1999. Видите? Абсолютно, абсолютно. Ну, уже обратная сторона, да, тут уже отличается. Очень красивая монета. Я сейчас еще буду отдельно открывать, смотреть состояние. Ну, в целом выглядит довольно хорошее состояние. Не пойму, мыта она, скорее всего, или нет. Сейчас будем смотреть. Ну, что можно сказать? Без капсулы, с одной стороны, монета нормальная. То есть без каких-то повреждений, конечно, не идеал, но в нормальном состоянии. С другой стороны, мы видим реальную большую глубокую царапину, где-то полсантиметра, да. Полсантиметра над буквой «и». То есть это довольно сильный дефект считается, да. Могут быть разные коцки там и так далее. Но здесь очень глубокая именно царапина. Где-то стоимость на гривен на 100 падает стоимость такой монеты с такой глубокой царапиной. Давайте попробуем написать сейчас продавцу и спросить у него по поводу конкретного этой царапины, может ли он либо обменять ее, вернуть деньги полностью за мой счет пересылки, либо просто вернуть стоимость, разницу, как я оцениваю данный лот. Что ответит на это продавец? Ответ продавца был такой, что я не ознакомился с фотографиями. Если бы я хотел, я бы узнал бы более конкретно, нет ли царапин, посмотрел бы дополнительные фотографии. То есть он не отказывается, что действительно монета с царапиной от него выехала. Вот так, ну действительно так и бывает. Когда нет описания, пишут описание под фото, обязательно просите выслать вам дополнительные фотографии. В данном случае человек пишет, что мои проблемы. Напомните, кто знает по закону прав о защите потребителя, если мне какой-то товар не подходит, я могу его вернуть в течение 14 дней. Если на нем нет никаких дефектов. И я предложил этому продавцу, что я просто ему верну тот товар, который я у него приобрел. А у меня есть распаковка прямо на записи на видео. Все видно, что он в качественном состоянии, как он и приехал. Что дальше придумал этот продавец? Он написал мне, что это я специально испортил эту монету, и я занимаюсь мошенничеством и вымогательством. Потому что я предложил ему вернуть эту монету за свой счет, за свои деньги. Вот он отказал и с таким форматом, что это я эту монету испортил специально, чтобы вот так вот... Я не знаю, зачем даже это нужно делать. Но вот так вот работают продавцы конкретно на аукционе. Посмотрим, что ответит администрация данного аукциона. Если вам интересно конкретно, чем закончится эта история, пожалуйста, напишите в комментариях, бывали ли у вас такие случаи. Давайте пока перейдем к следующей монете. А вторая монетка у нас это краб пресноводный, да? Тоже из этой серии. Очень прямо видно, как блестит, отражает мою камеру. Тираж был у него тоже 50 тысяч штук. Очень красивый, такой интересный. Я начал собирать сейчас эту серию. Ну, точнее, у меня потихоньку все монеты собираются, да? Но иногда я переключаюсь с серии на серию, потому что хочется иногда области пособирать, иногда что-то другое. Известных людей собираю. Вот, кстати, одно из недавних приобретений. Вот такое вот замечательное, да? Тоже из этой серии. Очень важно, конечно, найти в хорошем состоянии. Поэтому стараюсь или лично покупать, ну, или просить дополнительные фотографии. То есть, если покупаете или где-то заказываете, или вам привозят, просите особенно вот этих монет, которые довольно старые и давние, да, просить фотографии. В каком они состоянии, под разным углом. В принципе, вот в таком формате. Вот такие вот у меня монеточки добавились. Про этот значок расскажу, наверное, в будущих видео. Кстати, если кто у кого такой бывал, или кто работает в банке, напишите в комментариях, за что вот вам такие значки дают. Вот это мне очень интересно. То есть, я видел разный формат, да? Вот. Ну, довольно тоже красивый. И спасибо, что подписаны. Всем пока!